Продолжение следует... И я не смогла добить эти уровни до конца, и тем самым я забросила и бег, и всё такое спортивное. И также одной из причин, почему я это не делала, это то, что в последнее время я была очень занята, была очень нервно, так скажем, истощена, поскольку я готовилась к защите диплома. Я его, слава богу, наконец-таки защитилась, поэтому мне осталось только его получить в конце июня, и всё, я от университета своего, я свободна. Но я уже устроилась на лето на работу воспитателем, поскольку там такой график, что, например, с 8 утра до часу ты работаешь в одну смену, на следующий день с часу до 6, во вторую. Поэтому такой хороший график, я скажу, и будет время заниматься спортом или днём, или утром, или вечером. И поэтому с сегодняшнего дня я начинаю... я очень буду сильно стараться, обещаю вам, я начинаю новую такую свою спортивную программу. И сегодня будет день первый, называется эта программа Insanity. Наверное, многие слышали её, это такой высоко, как сказать, квалифицированный, что ли, уровень тренировок. Ведёт эту тренировку известный американский тренер Шон Ти. Также он ведёт тренировки Insanity и тренировки хип-хоп АБЦ. Но Insanity намного мощнее, тяжелее, чем хип-хоп АБЦ, и он уж совсем не для новичков. Но поскольку у меня какой-то опыт небольшой есть уже в таких вот упражнениях, всё-таки не могу сказать, что упражнения с Джиллен Майклс были уж очень-таки лёгкие. Так что, надеюсь, я справлюсь. Не надеюсь, я верю, что я справлюсь. Эта программа рассчитана на 2 месяца, то есть на 60 дней. Лучше начинать с понедельника, но поскольку завтра утром я не смогу это сделать, начинаю сегодня, воскресенье. Так что, да, сегодня воскресенье, 9 июня, и сегодня мой первый день. Ещё немного скажу про эту программу. Эта программа заключает, как я уже сказала, 60 дней. Вы начинаете по специальному календарю. Каждый день, если я не ошибаюсь, каждый день тренировки различные. Продолжительность их от 40 до 60 минут, то есть до часу максимум. Вы занимаетесь 6 дней в неделю, воскресенье, то есть в седьмой день недели у вас выходной. И вам ничего не нужно будет, только вы сами, никакой атрибутики, там, гантели или какие-нибудь там резинки, какие-нибудь скакалки, ничего этого не нужно будет. Это просто на вашу такую выносливость. И с помощью этой программы можно хорошо подкачать мышцы и сбросить лишние килограммы. Ещё, я что заболталась совсем с вами. Ещё одна причина, почему я начала эту программу, это я посмотрела видео Ильи. Видео это я оставлю внизу под, ну, в инфобоксе. Оно меня очень смотивировало. А вообще, первоначально это я узнала от Вероники Микогёл. И поэтому очень я как-то смотивировалась. Но я буду готова к тому, что это будет очень сложно. И пожелайте мне удачи. И если кто-нибудь хочет присоединиться, то, конечно же, присоединяйтесь. Эту программу можно скачать на RooTracker, и там все видео есть. Также хочу вам показать те легенды, в которых я буду сегодня заниматься. Такие вот яркие с цветой, с розочками легендсы, они мне будут поднимать настроение. И будет, возможно, не так сильно я буду нервничать, так скажем. Так что сейчас я буду делать свой первый день, и после этого расскажу, как будет мое ощущение. Девчонки, вот я и сделала свой первый день. Не цените. У меня сегодня был фит-тест. Он делается в первый день, и каждые две недели вы выполняете определенные упражнения. Их 8 штук. Сначала, конечно, разогреваетесь. Выполняете 8 упражнений. На каждое упражнение даётся 1 минута. Вы считаете свои разы, сколько вы сделали этого упражнения, записываете в специальный бланк, и потом сверяете эти результаты со своими дальнейшими. Они, конечно же, должны быть больше. Если вы хорошо работаете над собой, конечно же, результат должен увеличиваться и улучшаться. В конце вот этих упражнений вы делаете такой, как растяжку, там вот, всё в таком духе. Скажу, что это, хотя сегодня был только фит-тест, в принципе, тренировки не было как таково. Ну, в смысле, тренировка была, но это был как именно тест, который позволит узнать ваши результаты на первый день. И мысли были темы славы. Поскольку сами такие убойные упражнения и занятия начнутся завтра, и, как я уже сказала, от 40 до 60 минут, я не знаю, я, кажется, помру прям на месте. Поскольку у меня нет таких кроссовок, которые не скользили бы по ковру. К сожалению, у меня дома был ковёр. Вот. И не было места, где заниматься было бы... В общем, где было бы заниматься. Я занималась у себя в саду, на траве, и одевала всё-таки не вот эти цветочные штаны, леггинсы, а просто низ от купальника. Была просто... Я вся мокрая насквозь. Я пила просто нереальное количество воды. Это очень уматывало меня всё. Ну, все вот эти упражнения. И это очень-очень сложно, если у вас нет какой-нибудь хотя бы минимальной подготовки. Ну, кстати, с минимальной подготовкой будет тоже очень тяжело. Должна быть хотя бы средняя подготовка. Поскольку это... Ну, вообще, честное слово, это просто жесть. Это намного сложнее, чем Джиллиан Майклс. Я буду стараться изо всех сил, хоть и некоторые упражнения я просто не могла делать, поскольку там были как типа отжимания с прыжками. Это очень сложно. Тем более, все эти упражнения 8 повторяются, ну, как бы очень быстро. Там перерыв буквально, наверное, минуты, если не меньше. И как бы такая интенсивная тренировка. Поэтому было очень сложно делать. Но я, надеюсь, справлюсь. Я верю в себя. И надеюсь, что всё-таки у меня всё получится. Ну, всё, спасибо за просмотр. Надеюсь, я, возможно, кого-нибудь тоже замотивировала заниматься спортом или присоединиться ко мне в эту программу InSanity, поскольку, конечно же, если много человек занимается по одной той же программе, они друг друга мотивируют. И, конечно же, ну, как-то легче заниматься. Так что, надеюсь, всё пройдёт хорошо. И через два месяца, я надеюсь, вы меня узнаете. Всем пока!